Лейтенант Ван на связи. Если вы здесь, то вы хотите побеждать. Я научу вас побеждать. Итак, новый формат. Живой звук. Играю с Сокланом. Гонка за маяками. Мой аккаунт. Третий эксперт. Соклан топ золота. Звуковой связи нет. Попробуем. В режиме гонка за маяками важнее всего, как можно быстрее захватить центральный маяк. У вас в ангаре должен быть один очень быстрый робот, в идеале кумиха. Стартуйте по секундам в самом начале боя и бежите захватывать вначале боковой маяк, а потом центральный. Если есть другие кумиха, можно сразу центральный. И дальше держите центральный любой ценой и не подпускайте к нему противника. Если вам это удастся, вы выиграете. Этим сейчас и займемся. Хорошо. Галлахот пытается подлезть, но боится. В этом режиме для победы вовсе не обязательно кого-либо убивать, достаточно просто не подпускать их к центральному маяку. Ну, естественно, у вас должно быть как минимум три маяка, можно больше. Работаем в паре с челом. Шесть плазмидных стволов спилим кого угодно. Минус один. Отлично. Как видите, работать в паре можно и без звуковухи. Пойдем кого-нибудь поджарить. Отлично. Опять работаем по ассисту. Гриб сбегает. Так, что-то колоссальное прилетело. Ну, не страшно. Сейчас я возьму своего основного робота Хаечи Триаркан. И не повезет всем, кто подойдет ближе, чем на 300 метров. Кто там такой? Дистанция 300. Отлично. Толковый противник играть умеет. Так, ему срочно нужно восстановить щит и перезарядиться. Ну, здесь я как-то слишком далеко и до него не доберусь. Вот это подойдет. Выскакиваем и атакуем унцелота. На Хаечи нужно играть вот так, наскоками. Выскочили, разрядились за 8 секунд, выделили уничтожили противника и прячьтесь на перезарядку и восстановлении энергетического щита. Тот кемпер с лазерами мне мешает, но я ничего не могу с ним сделать. К сожалению, он вне зоны моей досягаемости. А вот с этим смогу. Ну что, Наташа довыгендривалась. Опа. Я получил от Лео. Похоже, что сейчас я потеряю машину. Хотя я уже уничтожил на ней трех роботов противника и сыграл неплохо. Хорошо. Берем Булдасари. Прячемся. За препятствия. И продолжаем держать центральный маяк. Не отдавать. Пока я стою в круге, противник, находясь с противоположной стороны, не может забрать маяк. Ему нужно выбить меня из круга. А я посмотрю, как он будет это делать. О! Обойдя по флангу, союзники забрали четвертый маяк. Молодцы, ребята. Приятно, когда команда умеет играть. Собственно, все. Мы играем от обороны, держим маяки. Противник вынужден нападать, а нападать всегда сложнее. Как видите, рядом со мной стоит гриф на смешанные сборки. Арканы плюс Магнума. Неплохая сборка. И тоже понимает, как надо играть. Что нужно просто держать центральный маяк. В какой-то момент противник психанет, вылезет, и мы его уничтожим. Времени у противника остается все меньше. И поджарит союзного грифа. Ух ты! Как союзники-то умирают. Куда вы все делись, ребята? Вы что, совершили басовый суицид? Ну, продержаться нужно еще секунд 30. Я думаю, что продержусь. Четыре маяка. Время противника заканчивается стремительно. И победа. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайк. А с вами был Лейтенант Ван. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!